Программа «Наше утро» в студии Екатерина Назарова, Данил Саламатов и тему эфира мы посвящаем хорошей погоде. Хорошая погода позволила садоводам и аграриям высадить большую часть культур. А вот какие прогнозы специалисты дают на посевную? Продолжим тему в студии. У нас в гостях Алексей Кобылин, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области. Алексей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот все-таки мы сегодня говорим о хорошей погоде и такая аномальная майская жара. Насколько она сильно помешала или не помешала аграрному делу? Я бы характеризовал ситуацию как рабочую. Собственно, нас особенно не удивишь и высокой температурой, и низкой. Есть определенные минусы для именно отрасли о том, что, в общем-то, холода апрельские и, значит, вот резкое потепление, оно, в общем-то, не дало возможности прорасти сорнякам. А это, соответственно, накладывает отпечаток на именно посевную. И, в общем-то, нам приходится сеять еще пока по пустой земле. Соответственно, сорняки потом нам будут в процессе именно вегетации мешать. Ну, эта тема поправима. Разделяем посевную по срокам. И сейчас, собственно, уже, как бы, выходим на хорошие показатели. Пока посевная, значит, вдвое превышает уровень прошлого года на аналогичную дату. Посеяно свыше 400 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это 25% от всей посевной площади. По масличным культурам мы уже перевалили за 50%. То же самое по овощам открытого грунта. То есть это морковка, свекла, значит, лук. То есть уже порядка 60% посеяно. Поэтому, в общем-то, еще раз говорю, ситуация рабочая. Пока ничего не боимся, работаем и работаем. Так, вы заговорили про проценты. У нас есть такая математическая... Ну, нет, это уже не математическая. Это будет аграрная задача. Аграрная задача, да, если можно, мы ее прямо зачитаем. Ну, ни для кого не секрет, что урожай – это вообще залог такого процветания. Поэтому обеспечивает нам изобилие продуктов питания. И задача такая. Сколько нужно вырастить зерна, чтобы обеспечить продовольственные нужды региона? Давайте считать. Вообще потребность в расчете на человека в год составляет 105 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий в пересчете на зерно. Значит, исходя из того, что население Челябинской области 3 миллиона 450 тысяч человек, умножаем на 105 килограмм, ну и, собственно, делаем небольшой страховой запас. И получается, что нам нужно всего лишь полмиллиона тонн. Да, всего лишь полмиллиона тонн. И как наши аграрии справляются с этой задачей? Вообще, в целом, мы всегда обеспечиваем себя зерном, но с учетом общего оборота зерна и мощнейшей переработки, которая является одной из самых лучших в стране, весь оборот зерна в Челябинской области ежегодно составляет более 4 миллионов тонн. И всего лишь половину мы обеспечиваем за счет именно собственного производства. То есть здесь немножко другая структура. А вообще хлебом, хлебобулочными изделиями мы с вами обеспечены в три раза от потребности. Можно не переживать. Вы заговорили о масличных культурах, да, я правильно услышал. Мы знаем, что и Южный Урал способен себя обеспечивать и востребованные в России эти продукты, и уже на экспорт мы можем выходить. Да, конечно, потому что, во-первых, технические культуры, к которым как раз масличные относятся, это вообще как бы очень хорошая экспортная позиция для всей Российской Федерации и для регионов, которые раньше производили зерновые культуры. Мы, в общем-то, в нормальных жестких конкурентных условиях существуем. Но, тем не менее, в планах увеличения посевной площади именно по масличным, даже на текущий год, мы эту площадь увеличим на 20 тысяч гектаров. Она составит 180 тысяч по итогам этого года. В прошлом году увеличили почти на 50, то есть 48 тысяч гектаров, и она составила 160. Значит, в целом сбор масличных у нас составил 145 тысяч тонн. То есть, в общем-то, этого у нас в истории области не было никогда, и эту позицию мы будем наращивать. Вообще, в перспективе до 2024 года производство масличных мы должны увеличить, ну, примерно, даже будем говорить не про масличные, а именно масложировой продукции в два раза. А сами масличные культуры-то какие? Это, ну, традиционная самая массовая культура, это подсолнечник, и такие уже, как бы, в свое время, скажем так, редкие для Челябинской области, это лен, это рыжик, это расторопша, горчица. То есть культура технически, имеющая очень хорошую стоимость на рынке, соответственно, это хорошая конкурентная позиция, которая позволяет, в общем-то, обеспечивать экономику предприятий. Так, хорошо, ну, с масличными культурами мы, в принципе, разобрались, а что насчет муки? Все знают, что от качества муки зависит качество конечного изделия, да, и там макароны, и хлеб, это все изготавливается из разного сорта муки. И есть вот эти вот еще твердые сорта. Да, твердые сорта. Ну, вот, что касается твердых сортов, на самом деле, Челябинская область по своим климатическим условиям именно благоприятна для произрастания твердых сортов. Но в структуре вообще всей посевной площади тверда пшеница у нас занимается порядка 15%. И это, в общем-то, достаточно для того, чтобы обеспечить собственные нужды. И именно вывести нашу макаронную промышленность на передовые позиции в стране. Вот. Производим порядка 200 тысяч тонн ежегодно. Ну, это вполне достаточно. А что касается именно производства хлебогулочных изделий, это все-таки производно мягких сортов. Их у нас сеется ежегодно порядка миллиона гектаров. Поэтому, ну, собственно, из них мы получаем хороший, мягкий и вкусный хлеб. Хочется сделать вот так, выдохнуть и сказать, Алексей Владимирович, большое вам спасибо. Спасибо. Для нас с Катей, ну, я надеюсь, что для зрителей тоже, вы вот эту большую сельскохозяйственную задачку решили, и мы будем рады, спокойно. Хотим напомнить, что у нас в студии был Алексей Кобылин, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области. Будем надеяться, что урожай будет богатый. Мы уже цифры послушали, и все должно быть отлично. Мы пока продолжаем. В хорошую погоду южноуральцы предпочитают не только пешие прогулки. Они берут велосипеды и отправляются туда, куда глаза глядят. Ну, или где есть велодорожки. А вот, чтобы вас на улице всегда было видно, протюнингуете свой велосипед, оборудовав его, например, светодиодной подсветкой. А вот как ее сделать, подскажет герой рубрики «Мужское хобби». Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok